здравствуйте друзья в эфире дачные советы поработаем сегодня сначала во скрытом грунте бахча но поскольку уже разрослись плети арбузов и дынь и не умещаются под этими дугами покрытыми спанбондом то приходится это все открыть но для того чтобы сберечь растения от солнечной радиации она в этом году очень большая еще и вредная мы видим по землянике которую всех подсохла клещей очень много что я сделаю поставлю небольшие коли и накрою спанбондом спанбонд будут находиться на небольшом расстоянии от плетей арбузов и дынь и полив был вот до сих пор до этого момента теперь завязи появились и арбуза приличных размеров все поливы пригощаю начинается сезон небольших дождей то вполне достаточно и теперь до конца июля начала августа когда уже будут готовы арбуза я вас приглашу сюда профилактика от болезни была профилактика от вредителей была я обработала дыню раствором препарата таран все теперь никаких проблем от болезни защитили препаратом ридомил вот посмотрите как бахча будет выглядеть до августа месяца до момента съема плодов переходим на морковную грядку здесь у меня какие проблемы на вот старый спанбонд был он порвался на ветру нужно его сменить если его не сменю то чем это грозит начался второй лед овощных мук дынах на дыне там обработала тарану морковь ничем не обрабатываю сейчас накрою спанбондом снова чтобы не было на нем дыр новеньким морковь два раза проведена лежит капельный полив работы никакой подкормки не нужны они были раньше если при посадке вы не делали подкормки то можете сейчас моркови луку свекли если они у вас плохие вы видите лист плохой дать подкормку но не химией а органическими удобрениями например жидким биогумусом от ильи ткаченко я очень люблю вот у нас супер фосфат добавил вся корнеплодная группа вот здесь вот представлены и свекла и лук и морковь любят супер фосфаты и вот от него только слаще морковь прорежу на расстояние до трех сантиметров теперь еще раз буду и прорежусь как только она наберет размер рандаж морковь уже можно будет взять на переработку мне же надо фаршировать персов то полно морковка нужно прореженную морковь на грядке не оставлять на запах прилетит морковная муха убираем все в бочке с настоями сорняков все туда на этих нескольких грядках выращивается лук но не из сивка как делают большинство дачников а через семена это гораздо более дешевый вариант лук меньше болеет хорошо граница между луком месяц назад здесь была посеянная она готова к уборке дождь удержать не могу потому что сейчас мне нужно прорыхлеть лук подкормить его последний раз фосфорно-калии обрением теперь уже без азота хватит накачивать листву теперь нужно наоборот вызвать отток питательных веществ из ботвы в репку для того чтобы она хорошо хранилась для того чтоб шейка теперь стало поменьше и помягче чтобы лук сам лег поняли азот ликвидируем из подкормки поэтому даю по луку сейчас удобрение по листу без азота у меня есть картофельный нутриван где азота ноль вот сюда же пойдет на лук это удобрение и больше луку ничего тоже не нужно середина июля капельный полив будет отключен поскольку начнем готовить лук к уборке самое главное не допустить сейчас чтобы сюда под спамбон попали луковые муще начался и второй лед предупреждаю всех видов овощных мук никакими инсектицидами лук не обрабатывай морковь тоже свекла тоже все будет чистое благодаря спамбонду так убираем редиску почву после этого нужно слегка взрыхлить и пролить раствором жидкого биогумуса суперфосфатом от ильи ткаченко картошкой в этом году проблем я думаю не будет продолжаю ее поливать чтобы наливались клубни чтобы они были покрупнее вот обработки все уже три прошли это была баковой смесь об этом журналов сообщала вам это нутриван картофельный по листу плюс ридомил голд от болезней картошка чистая никакой грибковой инфекции в этом году нет полив капельный все теперь до урожая и оставлю в покое вот в чем проблемы в саду это с ягодниками каждый день продолжаются звонки в такие вне земляник но раннеспелый сорта уже все погибли высохли пора скашивать это все вместе с мелкой высохшей ягоды обрабатывать от клещей срочно того то есть вертимет у кого-то фитоверм но фитоверм нужно несколько обработать буквально через каждые 4-5 дней значит скосили листву земляники пролили от клещей потом будете уже поливать и подкармливать для того чтобы пошла новая листа вот такая беда в этом году не только на землянике черная сморода мне абсолютно в этом году не нравится от засуги что ли так скрутила ягод осталось мало и они мелкие то еще на кустах появился антракноз начался листопад вот это уже посерьезнее опасность а обрабатывать сейчас нельзя поскольку у нас плоды на кустах можно чуть приостановить раствором йода журнале написано как это сделать можно с молоком молоко в кости прилипателя и молоко отпугивает вредителей частично и вот хочу обратить внимание вот сейчас у меня поздно спелы пошли сорта земляники а земляника что в тени в полу тени и даже в полной тени как вот здесь под смородиной под яблонями лист или коллег ягода великолепная вывод больше не надо ее сажать на открытых площадках вот убедилась последние годы солнце такое злющее стало то укрываться от него надо либо спамбордом закрываетесь посмотрите вот какая ягода вот посмотреть это чудо как вот там даже красавица ухода никакого здесь нет вообще под смородиной растет лежат две ленты капли и хватает и смородины и земляники вот под этим шатром не два куста кабачков вполне достаточно хотя подсадила вот еще два растения на всякий случай и тоже накрыты спамбондом вот на коле ну солнце такое кусачье проблем никаких две ленты капельного полива и порядок надежда николаевна сулепина позвонила говорит что у нее мучнистая роса на кабачках я удивилась рано это будет через две недели потом подумал это на утро из развода мраморной на листьях на гибридах такое бывает на кабачках вот этих российских сортах там нет такого это нормальная расцветка листьев не беспокойтесь все хорошо лишь бы завязывались они завязываются теперь тоже хорошо вот они какие красивые ровно немножко переросли слава богу пошли кабачки цветная капуста и теперь у нас есть все чем можно наслаждаться перца и томаты и огурчики перед сбором кабачков за двое суток все пролила гуматом калия так поступаю и в цветной капусты перед срезкой и с огурчиками не забывайте про чудесное свойство гуматов очищать и землю и плоды растений от всяких грязных принесет агрофирма росток грин предлагает гумат калия это органическое удобрение которое повышает сопротивляемость растений к болезням защищает от стрессов и повышает урожайность экономичный расход и выгодная цена спрашивайте в магазинах вашего города а в тольятти его можно приобрести оптом по адресу улица победы 10 склад номер 10 а в розницу сети садовых центров росток справки по телефону в тольятти 22 57 89 так в теплицах жарко поливаем много теплицы которые сплатируются более трех лет там обосновался грибок фузариус страшнее этой гадости но ничего нет увядания начались на огурцах возможно на перцах и на томатах старайтесь не переливать почву умер проложена капля это умудряйся надо перелить для того чтобы не было увяданий на молодых огурцах сделала раствор стрекара стрекар это препарат который работает и от бактериальных увяданий и от грибковых разводим рабочий раствор столовая ложка на ведро теплой воды расход его минимальный от 30 до 50 миллилитров четвертая часть стакана под корень каждого растения и поливаем один раз в две и даже три недели так мы сражаемся с болезнями на огурцах чем подкормить молодые огурцы и нужно азотно-калийные удобрения в первую очередь на ведро питательного раствора который мы сделали на основе жидкого биогомоса добавьте чайную ложку сульфата магния и у вас будет хорошо окрашенные томаты и хороший здоровый цвет у листьев я желаю вам хороших урожая биогомос хорошего качества и по приемлемым ценам а также жидкий биогомос и внимание новинка эко грунт можно заказать самаре по телефону 972 70 95 у перца тоже бывает убедами поэтому им можно дать хотя эти уже через неделю пожелтеют это джеммина у них появляется окраска какая у меня тут проблема вы видите перцы подвязывать надо либо вот как я развесила их на шпалеры на сайте страны уже два шпагата протянула а с этой стороны один вот пожалуйста отвалилась одна ветка урожай теперь выше пойдет через неделю снимем это урожай вот они уже видите как пожелтели керчи керцов в этом году очень помидора в этом году очень сложности все таки мы с вами молодцы и научились выращивать теплицы богатые урожаи помидоры очень хороши работайте портена карпиком чтоб больше завязывалось и дальше и каждые две недели давайте подкормочки под каждую новую кисть тогда она будет крупная и хорошо наливаться а то ничем не кормим и хотим чтобы все у нас было богато и хорошо кормить надо и обращаю внимание вот посмотрите жите и уже отдала урожай на первых двух кистях убирайте от вы обрезайте остатки от кисти потому что она тоже берет питание мало того является рассадником заразы и нижние листья 3 убираю больше не нужны они кормили эти первые две кисти через неделю уберем дальше но не выше так и сейчас значит самое главное поскольку появилась белокрылка закрывайте пожалуйста давно надо было закрыть двери марли потому что долетит белокрылка вот от этой красоты ничего у вас не останется фирма агромагистраль предлагает широком ассортименте профессиональные семена ведущих зарубежных и отечественных производителей а также высококачественные удобрения и стимуляторы роста средства защиты растений от болезней и вредителей магазин находится самаре на пересечении улиц димитрова и молодежный телефон для справок 8 917 818 81 18 здравствуйте друзья погодная аномалия в это лето привели к многочисленным болезням декоративных и овощных культур а на больные растения приходят и вредители наш центр природного земледелия предлагает бороться с вредителями с помощью биологических препаратов в теплицах появилась белокрылка зажгите биологическую табачную шашку гефест и от вредителей избавитесь и подкормите растения углекислым газом который выделяет эта шашка продолжается лед бабочки плодожорки обработайте все растения и деревья и кустарники препаратом липидоцит но работать им нужно каждую неделю а от паутины выключая еще хороший препарат бетокси пацилин от всех видов вредителей помогут препараты фитоверм или окарин и самое главное маленький срок ожидания один-два дня не травите себя и детей используйте малоопасные биологические препараты всего доброго желаю вам экологически чистых урожаев центр природного земледелия лариса малайной предлагает семена овощных цветочных зеленых культур м товары грунты удобрения фитолампы все для выращивания рассады телефоны для справок 9 545 165 2 252 305 здравствуйте дорогие друзья я не могу пройти мимо этой герани я их всегда любила но когда я увидела бахайские сады которые высажены полностью красными геранями они мне еще больше понравились герань радует своим цветением в течение всего сезона у меня очень много гераней на всех выносных вазонах на даче посадила только герань герань зональную герань ампельные и каждую неделю подкармливала с жидким удобрением а в этом году я буду первое время два три раза в неделю подкармливать особенно сейчас июль август два три раза в неделю сейчас уже идет пора собирают все клубнику а я видите лакомлюсь можно сказать на работе очень вкусная ягода да можно пробовать и выбирать землянику уже по вкусу уже совсем немного осталось питоне но это для тех кто там не успел посадить или может у кого-то в жару просто погибли но без однолетних цветов ни один сад не смотрится так как только однолетние цветы цветут до глубокой осени а если еще будете давать подкормку что они будут радовать вас таким пышным обильным цветением с насыщенным цветом будут свести до заморозков сейчас начала цвести спирея очень обильное цветение начиная от белого цвета белый нежно-розовый и посмотрите практически малинового цвета абсолютно неприхотливые кустарники стригутся из них можно формировать живые изгороди их поставить как солитарные растения и не укрывается пострижете и увидите еще повторное цветение в этом году то есть этот кустарник незаменимый на участке очень их любят и дачники и ландшафт дизайнер чтобы создавать какие-то роботки какие-то живые изгороди вот незаменимый кустарник геттоспирея мой самый любимый кустарник это гортензия я думаю многие полюбили эти кустарники зимуют прекрасно в наших условиях цветут вот начиная с июля и до глубокой осени сейчас уже начали цвести крупно листовая гортензия первые вот цветы появились им нужно обязательно создавать кислую среду можно взять кислый торт и подсыпать замульчировать чтобы кислая среда была либо же в лесу берете под соснами вот эти хвоинки и мульчируете растение создаете вот эту среду чтобы не было хлороза первое кислая среда и второе удобрение подкормка каждую неделю бутону уже завязали чтобы они набрали силу набрали цвет нужно подкармливать вот первым цветет гортензия англи саммер крупно листовая и вот здесь уже начинает свести древовидные это розового цвета а все остальные гортензии уже набирают бутоны скоро вот это все поле зацветет и гортензии будут разных расцветов белые розовые синие дух захватывает уже от того что мы можем это увидеть еще на поле у нас 28 тысяч гортензии уже посажены и каждый год мы будем увеличивать количество гортензии количество сортов но уже определились 63 сорта сейчас представлены нашем садовом центре на всех площадках нашего садового центра вы можете приобрести многолетние однолетние цветы деревья хвойники кустарники все сорта гортензии и мы желаем вам красивого здорового цветущего сада обрабатывайте подкармливайте и поливайте садовый центр веры глуховой предлагает посетить площадки с саженцами плодовых и декоративных культур справки по телефону в саммаре 212 04 42 здравствуйте уважаемые дачники сегодня я хочу рассказать вам о декоративных приманках от мух уникальном высокоэффективном современном средстве позволяющим вам уничтожить мух помещениях и обеспечить долговременную защиту от залетающих несмотря на сетки и другие преграды насекомых декоративная приманка от мух представляет собой цветную самоклеющуюся картинку на поверхность которой нанесен слой инсектицидной приманки вы просто снимаете с поверхности картинки защитную бумагу отклеиваете картинку от подложки и приклеиваете ее на те места где часто садятся мухи особенно хорошо приманка работает будучи прикрепленные на стекло окна достаточно двух приманок на одно окно мухи подлетают к приманке благодаря действию специального привлекателя проползает по картинке и через две-три минуты погибают не прилипая к ее поверхности декоративная приманка каракурт это цветные картинки в виде ярких бабочек а приманка камикадзе представлена в виде разноцветных гербер особо обращаю ваше внимание на приманки хлоп разделенные на серии для квартиры для дачи или дома офиса или магазина каждая серия содержит по три варианта картинок для дома производитель предлагает котов мишек и попугаев для дачи и дома ягоды овощи и садовые цветы для офиса и магазина букеты смайлы и яркие воздушные шары в этом сезоне производитель предлагает декоративные приманки хлоп-лайт в форме матовых полупрозрачных бабочек которые идеально впишутся в любой интерьер и не нарушит даже самый строгий дресс-код помещений в упаковках декоративных приманок каракурт камикадзе и хлоп содержится по 4 инсектицидных картинки двух картинок достаточно для наклеивания на одно окно или на 10 квадратных метров площади помещения применение декоративных приманок новый способ избавиться от мух добавив в ваш интерьер украшение и уют если ваша жизнь превратилась в полную же вам поможет декоративная приманка от мух хлоп просто наклейте на окно декоративную приманку хлоп и мухи погибнут через несколько минут и никаких же декоративных приманок